Если останется здесь кадр, посмотрите, какие свалки бывают на втором знаке. У нас очень хорошо получались полные курсы, мы очень сильно шли, потому что, во-первых, были мои шкотовые, физически очень сильно здоровые, крепкие, занимались физподготовкой. Игорь Скалин был от природы просто Аполлон, атлет. Дима Шабанов тоже, он пришел из велосипедного спорта, функционалка была очень сильная, плюс координация. Поэтому на полных курсах мы чудеса творили временами. Ну вот видите, свалка какая, приходит, когда сто лодок с такими спинакерами, ну плюс там еще сидят монстры, такие, как Йохан Шуман, Джаспер Бенк, Марк Буйе, там кого-нибудь не пальцем. Вот она, вот она, свалка. А вон там еще строй сзади стоит, видите. Снималась с руки камера, и, конечно, не совсем это все качественно получается, да, но вот мне кажется, здесь интересные моменты, когда видно, что на вот этих вот всех свалках кто-то проигрывал очень сильно, а кто-то наоборот выскакивал. Ну естественно, когда ты мимо этой свалки, вот ЕУН, это Сергей Кучевин идет, наш украинский коллега. Постоянный мой конкурент был один из солидингов. Да, это комментарий Ивановича Михайлова, один из лучших тренеров в классе. Ну вот мы уже подходим к знаку с большим преимуществом, достаточно так надежно. У нас были финиши, где мы привозили больше минуты на финиш, поэтому скорости было достаточно много. Почему у нас было достаточно много скоростей, мы могли варьировать и в слабый ветер, и в сильный, и на толчье. Мы нашли вот эту вот схему работы паруса, мачты, экипажей, взаимодействия. Вот этих всех выстроили в одну систему. У нас была одна из, наверное, самых старых мачт, которая вообще была во флоте. Ей было в то время больше 20 лет. Я провел эксперименты над пачкой мачт, больше 30 мачт я перемерил, и подобрал себе ту мачту, которая мне нужна была. Плюс подобрал парусного мастера. Заметьте, я говорю, не парусного, не фирму, там, Нордсейлс или Стрэмп. Подобрал парусного мастера, который мне шил те паруса, которые мне нужны были. По крайней мере, я с ним обсуждал, что мне нужно, какой парус. И он мне точно такой, то, что мне нужно было, он мне привозил, и всегда привозил в двойном комплекте. То есть у меня были паруса одни на, допустим, на Олимпиаду, другие, второй комплект у меня лежал на чемпионат мира. То есть вот в таком мы работали, с парусным мастером. Это был американец Дэвид Куртис, он был чемпионом мира в классе Соллинг. Он работал с компанией Horizon, Дуэлл и Нордсейлс. Вот когда он перешел в Нордсейлс, он начал уже шить паруса и Нордсейлса. А до этого были доминирующие всегда парусы Эльстрэм. 90% флота гонялись под Эльстрэмом. Эльстрэм шил Джаспер Бэнк. Он тоже был, кстати, двукратный олимпийский чемпион в классе Соллинг. Но на чемпионатах мира, я не помню, выиграл, по-моему, ни разу не выиграл чемпионат мира в классе Соллинг. И когда в 1995 году я еще гонялся на Эльстрэмах, я их не очень понимал, эти паруса. Приходят паруса одной и той же модели, а швы ткани разные совершенно. Я подхожу к Бэнку, говорю, Джаспер, извини, Горин, но я не понимаю, как может быть одной модели паруса, а наверху идет радиальный раскрой, а другой стаксель идет горизонтальный раскрой. Я говорю, не очень понимаю. Нет, это все одно и то же. Я говорю, ну извини. Я пошел к Дэвиду, говорю, Дэвид, сможет ли ты меня шить паруса? Он говорит, не вопрос, давай. Вот когда мне привез первые паруса, я получил первые два комплекта. Я поставил, мягкая мачта, полные паруса. У нас максимальный открен, 300 килограмм в экипаже. Все гонялись 270-250. Дима Шабанов, Игорь Скалин, это еще мы такие были молодые. И у нас получилось так, что мы могли совершенно спокойно на мягкой мачте воплощать паруса. И наоборот, когда нам нужна была мощность, мы совершенно спокойно перестраивали лодку, мощные паруса, мягкая мачта отрабатывала. 300 килограмм при весе лодки, то на 35. Нам хватало этого открена в любую погоду. И слабый ветер мы не стояли, потому что 30 килограмм разницы внутри лодки вообще никак не сказывались. И когда к нам подошел датчанин Стик Вестергард, Олег Хаперский, комментатор Олег Хаперский. Георгий, великолепный урожай, великолепный урожай. Это наша банда. Тренерский штаб. Тренером вперед всем. Георгий Жадович, по России. Да, вот мы. Главный тренер Ларин Юрий Алексеевич. Чариков приехал к нас поддержать. Они рядом там были на каком-то мероприятии. Вот, удалось нам тогда соединить эту схему, скажем так, максимальный вес. У нас был 300 килограмм вес экипажа, а у ближайшего экипажа 270. И все считали, это уже максимальный вес для экипажа. Для полных курсов это было, типа, неправильно. Вот. И когда мы на этом чемпионате мира, мы рванули, что называется, и по сильным ветрам, и по слабым ветрам, то подошел ко мне на закрытие Стик Вестергарта. Это достаточно сильный был гонщик в классе Финн, кто его знает. Он, по-моему, три раза выиграл золотой кубок в классе Финн. А потом он перешел в Соленг. Один раз он выиграл чемпионат мира и гонялся в Олимпиаду. Он подошел и спросил, говорит, а какой вес у вашего экипажа? Я говорю, 300 килограмм. Он, сколько? У него аж вопрос повис в голове. 300? Я говорю, он, говорит, типа, ты шутишь. Я говорю, да нет, Стик, даже не пытаясь. Я говорю, у нас 300 килограмм. Я говорю, это нормальный наш вес экипажа. И сразу все поняли, что надо что-то ломать. Ну, по крайней мере, мы тогда сломали рынок парусов. С Эльстрема соскочило буквально за 2-3 месяца больше 70% гонщиков. Конечно, для Эльстрема это было поражение на чемпионате мира. Нордсейл сразу подпрыгнул. Для меня паруса уже шили. Просто привозили, отдавали. Вот что хочешь. Какой каприз. Лишь бы помогал шить паруса, которые надо было. Поэтому я говорю, я работал не с этикеткой, там, Нордсейлс, Эльстрем, или там, Дуэл, или там еще какие-то, да. Я работал всегда с парусным мастером-дизайнером. Если я понимал этого человека, если я понимал этого мастера, если он меня понимал, у нас получалось такой правильный тандем, и я уже понимал, что мне нужно для скорости, для того, чтобы уметь правильно переключать эту скорость, крутизну, искать. Вот с тех пор у меня, что называется, сложилось вот это вот понимание. Почему я еще хочу рассказать про мачты? В 88-м году на Олимпиаде у меня был казус. За месяц до Олимпиады 88 я поменял свои боевые мачты. Пришли две новых мачты Аббот из Канады. Ну и наш тренерский штаб, что называется, Илья Иванович, говорит, давай меняем мачты, едем на Олимпиаду. Это все старые наши мачты. Мы накануне, в 87-м году, выиграли чемпионат Европы и были третьими на чемпионате мира. Фактически последний знак огибали чемпионами мира. Наши конкуренты, там Джон Костецкий и Хильмарнаук, немец, огибались там за двадцаткой, но они умудрились финишировать в десятке за последнюю лавировку. Выбрали правильную правую сторону, и оттуда пришло, и они пришли на финиш. Мы три лодки вложились в одну очку. Получилось, мы только третьи при равнице очков с Джоном Костецким, американцем. Но чемпионат Европы, когда мы выиграли в Швеции, мы приехали туда, и перед тем, как поставить матч, посмотрели ее по ликпазу. У нас она была немножко загнута. Так как у нас она была матча, и возможности купить новой матч не было, ну что делать? Мы нашли березки, между этих березок вставили эту матчу, поставили туда прокладочки, ну и уперлись, что называется, всем экипажем и тренерским штабом, выровняли эту матчу, привели ликпаз в ровное положение. Когда иностранцы увидели, что мы там делаем, они так долго ходили, смеялись и ржали, но когда пришло время награждения, то они как-то все даже начали подразумевать, что мы там вообще натворили с этой матчей. Ну и, в общем-то, на самом деле была проблема матча. Ну, приехали мы на Олимпиаду, привезли нам новые эти матчты, и мы заявили эти две новые матчты, что называется, не оттестировали их, заявили на Олимпиаду 88. А там в Сеуле как раз все время были, это Пусан был, это самое ветреное, наверное, место, и были приливы и отливы, работало очень сильное течение, была огромнейшая волна океанская, это пролив Цусима, известная по военным сводкам и истории, по военной, где был потоплен наш тогда российский большой корабль. И в этой Цусиме приходили ветра, что называется, такие мужские, до 30 узлов, плюс течение иногда было 120 метров, и плюс волна высотой там 5-6 метров, иногда между волнами ты не видишь своих конкурентов. Ну, и фактически мы после каждой гонки снимали матч, ставили другую, а эту отдавали в рихтовку, то есть сами себя, сами эту матчу рихтовали, думали, что следующая матча выдержит. Так как металл у нас получился, мы получили матч с металлом, который, ну, что называется, как ложку алюминиевую можно было гнуть, вправо-влево, загибать ее, как хочешь. То есть после каждой гонки мы приходили, и матч-то имела прогиб 15-20 сантиметров. Понимаете, да, это сразу потеря на штаге, это потеря крутизны, это, ну, то есть мы еще там первую лавировку, первую там 200-300 метров еще какую-то борьбу могли ввязываться, дальше у нас уже борьба терялась. Так как разрешалось заявить две матчки, и все две матчки были задействованы, они были примерно из одного металла, и фактически Олимпиада у нас была фактически сорвана, только из-за одной причины, что мы поменяли матч. Но для меня это стал хороший урок, для того, чтобы прежде чем что-то поменять, ты подумай сто раз, тем более, когда ты идешь на очень хорошем ходу, у тебя прекрасные результаты, у тебя, что называется, работает коробка передач, ты подумай сто раз, прежде чем поменять какую-то существенную деталь, тем более, такую деталь, как мачта на лодке. Не то, что там поменять положение этой мачты, а поменять мачту, это очень дорого стоит. Ну, вот для нас Олимпиада закончилась уже после первой гонки. Заняли мы тогда 11 место, и после Олимпиады 88 еще был тогда Советский Союз. Тогда мы приехали, у нас было, сколько было, 7 олимпийских классов, 5, в 5 классах сборная СССР приехала в титулах чемпиона мира и Европы. В Солинге мы приехали, чемпионы Европы, чемпионы, призеры чемпионата мира, Олег Хаперский приехал с медалью на чемпионате мира, чемпионом Европы, Юра Коновалов в катамаране приехал чемпионом мира. Кто у нас еще был? 4 класса минимум, да, приехали призеры. Привезли тогда ребят 70-чиков, их вообще не хотели брать на Олимпиаду, но волевым решением, тренерским советом привезли ребят, братья в тынис, Эстония и Ларису Маскаленко с Ириной Чуниховской. Тренер у них тогда был Витя Коваленко, медалмейкер. В принципе, их уже, что называется, прицепили задним числом, их не хотели вообще брать. Но, слава богу, взяли. Ребята заняли серебро и бронза. Девочки бронзу, тынистые братья серебро. Все мы, которые приехали уже туда с дыркой, что называется, под ордена и медали, мы уехали с Олимпиады ни с чем. Ну и фактически, когда мы возвращались после Олимпиады, нам сказали, ребята, забудьте парусный спорт. Ну, тогда была советская система, советская машина. Не согласиться с этим было невозможно. Приехав домой, мы, что называется, ушли в отпуск. Полгода прошатались, но все равно решили возвращаться в парусный спорт. Я имею в виду Олег Хаперский, Юра Коновалов. Наш экипаж, ну, в итоге мы... А, Сергей Бородинов тогда тоже приехал на Олимпиаду с медалью с чемпионата мира. Один из был фаворитов на медаль на Олимпиаде. Они тогда уже с Витей Буданцевым выступали. Ну, уехали мы, вот, четыре класса без медалей. Еще выступал в парусной доске Коля Кравченко. Его вообще после третьей гонки отправили домой, так как он не справился вообще ни с каким заданием и ни на какую медаль уже не претендовал. В то время сразу отправляли домой. Олег Хаперский получил две баранки и тоже уже на медаль никак не мог претендовать. Но нам удалось его удержать. Почему? Потому что Олег на самом деле в то время от посильных ветра на пене творил чудеса. Из семи гонок он, по-моему, выиграл четыре и одну пришел как-то, не помню. В итоге он занял седьмое место. Одна баранка пошла в зачет. Представляете, да? С двумя баранками в первых двух гонках. Он потом умудрился еще седьмое место занять на Олимпиаде и выиграть четыре гонки. То есть там мотивация в нем была уже такая серьезная. Ну, а мы, команда, его отстояли. Колю мы не смогли отстоять, но Олега отстояли. И правильно сделали. Парень не сломался по жизни и дальше продолжал выступать и достаточно успешно. Ну, это вот снимок как раз «Сладкий регат» ССК ВМФ, первое соревнование, которое мы тогда провели. Почему «Сладкий»? У нас тогда был спонсор Гута. Гута, вы знаете, владеет тремя шоколадными фабриками. Ротфронт «Красный Октябрь» и Побаевская. Один из совладельцев Артем Кузнецов. Он сам воспитанник школы ССК. Ну, и я к нему обратился, что «Артем Владиславович, поддержите, пожалуйста, проект детских международных соревнований». Он с большим удовольствием помог нам. И, в общем-то, нам удалось создать потом фонд парусного спорта, который работал на территории ССК. Плюс этот фонд реставрировал бассейн и создал еще «Яхтлуб» и ту инфраструктуру, которая сегодня есть в ССК. Ну, и, в общем-то, регата уже 23-й год в этом году должна была как состояться. Но в этом году ее отменили. Но в любом случае на акватории «Бухты Тихой» собиралось всегда достаточно большое количество детей. Примерно 150 вымпелов выходило, достаточно много. Основной класс – это, конечно, был всегда оптимист. Мы на него ориентировались. И, кстати, первые победители тогда был Артем Басалкин. Следующий был Миша Шереметьев. Ну, и дальше была большая плеяда Алиса Кирилюк. Ну, и когда первые соревнования проводились, я помню, мне дали слово на открытие. Ну, и я помню, что всегда были все сильные гонщики почему-то, как ни странно, выросли на малой воде. Ну, и многие тренеры как-то всегда думали, что вот именно вот эта лужа, как тут проводить соревнования неинтересно и все остальное. Я тогда сказал простые слова, ребята, Арию. Все самые сильные гонщики всегда вырастали именно на маленьких акваториях. Почему? Потому что на маленькой акватории всегда быстро меняется обстановка, ветровые условия меняются. Нужно очень быстро принимать решения буквально на щелчке. То есть у гонщика развивается оперативка, это как у компьютера, да. Насколько быстро ты можешь принимать решения, насколько быстро у тебя адаптируется чувство под слабый ветер, под сильный ветер. То есть если ты в море выходишь на тренировку, у тебя там работает стабильный ветер, стабильная волна. Ты там полчаса на одном галсе идешь, полчаса идешь на другом. То есть там минимальные какие-то решения. То на маленькой акватории тут все очень быстро меняется и в голове быстро нужно все это дело лопатить. Ну и в принципе я говорю, что у нас, даже у нас в стране, если в Советском Союзе, возьмите Манкин с Киевского моря, Пенегин с Клязьма, Будников с Клязьма, Потапов с Клязьм, Балашов с Клязьма. В принципе вот так взять, это как раз те гонщики, которые выросли на вот таких вот малых акваториях. Поэтому регата с одной стороны популярная. Почему? Потому что были хорошие призы, всегда интересные. Во-вторых, хорошая была всегда судейская коллегия, им спасибо. Ну и поддержка была всегда хорошая. Дмитрий Иванович, вот здесь вопрос поступил. Подготовка к Олимпиаде в Пусане в 1987 году в Волговоростоке была? Да, мы один раз прилетали за год до Олимпиады во Владивосток, там мы и тренировались, и участвовали в соревнованиях на Конрадах 25-х. Там был огромный флот, что-то я помню, там чуть ли не 70 лодок стояло на берегу. И мы с удовольствием гонялись, нас распределяли по экипажам Владивостокским, и мы гонялись в экипажах с ребятами из Владивостока. И были длинные гонки, короткие. И второй раз мы прилетали, уже непосредственно перед Олимпиадой мы прилетали. А потом мы летали на предолимпийскую в 1987 году в Пусан, а в 1988 году мы прилетали на адаптацию во Владивостоке, и потом на корабле Михаила Шолохова мы уже шли с командой и с другими видами спорта, шли на Михаила Шолохова три дня, по-моему, в Пусан. Нас там высадили, нашу парусную команду, а все остальные пошли в Сеул. И корабль там Михаила Шолохова со всей группой поддержки стоял в Сеуле. Группа поддержки были артисты, Ирина Быстрицкая, если вы знаете, Зиновьев Высоковский, Борис Грачевский, это журнал «Иралаш». То есть достаточно было интересное общение на корабле с этими выдающимися артистами. И почему-то они к нам, к парусникам, очень интересно, как ни странно, они к нам, к парусникам, относились с какой-то особой, ну не знаю, заботой. По крайней мере, у нас всегда был с ними какой-то диалог налажен и вечером, и днем. Мы всегда встречались, с удовольствием общались. Ну и, наверное, у нас был, конечно, выдающийся человек Олег Хаперский, который Ирину Авраамову Быстрицкую покорил просто в течение нескольких секунд. Мы когда заходили на корабль, нас провожал Владивосток, она стояла на входе, уже на корабле. Ну и Олег увидел Ирину Авраамову Быстрицкую, и, как всегда, как дал Соловья, он умеет петь по Соловьиному, что называется, свистеть по Соловьиному. Я смотрю, я когда зашел, и Соловья выдает Хаперский, и стоит напротив него Быстрицкая. Она говорит, так, парень, ты приходишь ко мне в институт, ты без экзаменов, все, мой, мой студент. Ну и, естественно, они дружили на корабле, вот сколько мы общались, сколько мы жили на корабле, и назад уже шли там практически пять дней. Это была наша вот единая компания, яхтсмены и артисты. Сюткин было тогда, у них была группа Зочи. Ну, в общем-то, достаточно было интересно было на корабле находиться тогда. Георгий Иванович, а на этой регате присутствовал 32 Конрада, да, спрашивают? Я не помню точно, но достаточно много было яхт, и я помню, что было огромное количество Конрадов 25-х, и мы были все распределены по разным лодкам и по разным экипажам. Я помню, там гонялся экипаж наш тренерский, да, где был Манкин, Ремнев, Соболев, потом я гонялся своим экипажем соленговским, у меня было двое ребят. Я, честно говоря, я не помню, конечно, сейчас имен, но я помню, это был отец и сын в нашем экипаже. Нас пять человек было в экипаже тогда. Вот, честно говоря, я не помню, но у меня где-то есть дома фотографии тогда из этих Владивостокских тренировок. Ну, вообще, Владивосток – это уникальное место, во-первых, и для гонок, и там шикарные морские условия, там любые моделируют условия, и плюс, конечно, там уникальные ребята, яхтсмены с хорошими традициями морскими, на самом деле, они очень дружелюбные, и, если честно, я всегда прилетаю во Владивосток, получаю только самые лучшие эмоции и уезжаю всегда оттуда, просто приподняю там настроение, там уникальная атмосфера яхтенная, и, начиная, заходишь в яхт-луб, там всегда чистота, порядок, флаги, все, площадка, клубные здания, все работает, все шуршит, все на любой вопрос всегда помогут, подскажут, любую помощь окажут, то есть там на самом деле просто великолепная парусная семья растет. Георгий Иванович, вот Дмитрий Даровских пишет, помню, я пригласила его в эфир, только он что-то не отзывается пока, Дмитрий, может быть, вы выйдете в эфир, он пишет и вопросы, и комментарии, вот он пишет из комментариев, о, вот, Дмитрий Даровских, мы видим вас только немножко в перевернутом виде, не задайте сами, прокомментируйте, чтобы я вас не ретранслировала. Да, я только начинал свою тренирую в парусном спорте, я в 84-м году пришел в парусный спорт, сразу попал на крейсера, вот, и я помню это замечательное событие, когда приехала сборная страны по парусному спорту Владивосток, это был 87-й год, и действительно, на Конрады, и там в одном зачете участвовали Конрады 25-й Р и РТ, то есть тяжелые, вот, и замечательная была регата, вот, и самые такие интересные вспоминания, Манкин, помню, был четвертым, Бородинов выступал, по-моему, если не ошибаюсь, на Вигре, лодка такая, это Конрады 25-й РТ, они заняли шестое место, вот, там Хаберский Олег был, я помню его в красном костюме, таком спортивном, с надписью СССР сзади, вот, помню, однажды он сел на мель, пришел, значит, уже на берег весь мокрый, пришлось прыгать за борт и подталкивать, чтобы сняться с мели. Витя Соловьев тогда гонялся тоже отдельно, по-моему, в экипаже. На Луче Соловейчик, по-моему, гонялся там, да, на Луче Хаберский, тоже на Конраде 25-й РТ. В общем, очень интересное было время тогда, да, еще был Советский Союз. Я помню эти гонки тоже, у нас старт, я помню, мы шли на Остров Русский, по-моему, да, или куда-то там, мы там ночевали, и длинная гонка была. Это была первая короткая, а вторая была длинная, по-моему. Мы ходили на мыс Гамова, там, в общем, там, назывался, по-моему, Далевосточный Орегат, насколько я помню, эта гонка называлась. Я помню просто саму гонку, но я не помню название, и, ребят, честно говоря, вот забыл, с кем я гонялся, но это был сын и отец, а экипаж мой был Солинга. Коля Поляков и Олег Мирон. И парень, который стоял у нас на баке, и полным курсом мы стартовали, он заранее уронил спинакер под воду. И мы со старта ушли там, рыбачили, короче, со старта ушли кое-какие, там, непонятно. Ну, как-то так пошли там под спинакером, разобрались. В итоге мы эту гонку выиграли, отжали. Ну, и назад, когда возвращались, там она была тоже длинная гонка, ну, мы сразу как-то за старта взялись, зацепились и тоже улетели. Поэтому я помню эту 87-й гонку, регату эту из двух гонок, и тогда две победы было у нас. Там еще известный такой российский Анатолий Большаков, такой командор, выкупал. Да-да-да, Большаков. Большаков, у нас науки странник, он там в экипаже был, Большаков был. Спасибо за рассказ ваш. Спасибо вам за вопрос. Спасибо. Вот, это фотография экипаж мой, 97-го года, Игорь Скалин, и появился молодой Сергей Волчков. Сереге, наверное, лет 18 тогда было, я уже не помню. Но он был, нет, Сереге, по-моему, тогда было уже 22-22. Потому что 23-23 он был чемпионом мира в 87-м году, он стал чемпионом мира, мы в Америке, в Чикаго выиграли чемпионат мира. Но он, кстати, в 97-м тоже получил титул чемпиона мира. Смотрите, у нас получилась такая каверзная ситуация. В 96-м я выиграю чемпионат мира, и в 98-м, а в 97-м в Дании был чемпионат мира, который не состоялся. Состоялось 4 гонки, а по правилам положено было состояться минимум 5. Мы были на пятом месте, мы там от первого были в разнице примерно 7, около 7 очков. Но это не принципиально, потому что еще было 2 гонки, и там еще вот так все могло поменяться. Во флоте 100 лодок, а 7 очков это вообще не отрыв был. Но неважно, чемпионат не состоялся, мы приходим на берег, закрытие мероприятия, и нам опять вручают приз за эту памятную доску, где все эти таблички всех чемпионов мира, и нам вручают, говорят, вам пролонгировано звание чемпиона мира. Я говорю, объясните, это как? Говорят, если чемпионат не состоялся, то звание чемпиона мира на этот год остается тот, кто был накануне. Я говорю, а можно это документально подтвердить? Я говорю, да. Ну, мне говорят, конечно, да, секретарь класса, конечно, мы можем это документально подтвердить. В итоге они мне прислали в Федерацию парусного спорта России тогда подтверждение, что мы сохранили звание чемпиона мира, и я эту бумагу продержал в столе примерно месяца 4. Почему? На чемпионат Европы мы едем, на этот чемпионат мира в Данию мы приезжаем, у нас был бюджет, вы даже не поверите, 10 долларов проживания, 10 долларов питания. Можно выжить вообще на таких условиях? Это 97-й год. Это мы приезжаем в звание чемпиона мира. Тогда страна так относилась, как говорится, к спортсменам. Ну, я не знаю, я когда увидел смету, когда уже в Данию приехали мы, прилетел Илья Иванович на самолете и показывает мне смету, говорит, вот мы на эти деньги должны жить. Я говорю, ну что, уезжать с чемпионата мира, ну мы уже сюда приехали, значит будем гоняться. Мы до последнего дня дотянули, выжили, чемпионат мира не состоялся. Ладно, нам пролонгировали звание чемпиона мира, я эту бумагу спрятал, приезжаю домой, я ультимативно ставлю нашему руководству и федерации, и спорткомитетам, министерству спорта тогда, ставлю, говорю, в следующий раз на такие деньги, поедите сами. Они говорят, ну это ваш выбор, не хотите ехать, не поедете. Следующий чемпионат Европы в Англии в сентябре, я прихожу там буквально за три дня до отъезда, говорю, Олег Иванович, он тогда у нас был администратором команды, Ларин был главным тренер, говорю, показывайте смету. Он показывает, опять та же самая смета, представляете, в Англию ехать по такой смете. Я говорю, вы что издеваетесь? Я говорю, я не поеду. Я отказываюсь ехать на чемпионат Европы. Олег Иванович говорит, ну это твой выбор, то есть на следующий год ты не получишь финансирование, потому что у тебя нет международного результата. Тогда будешь свое звание отстаивать на чемпионате страны. Россия, он там должен был состояться в Сочи. Я говорю, да не вопрос, я отстаю звание чемпиона России, говорю, ну как финансирование на международный календарь 98-го года я получу. Говорит, ну посмотрим. Ну и отказываюсь, мы не едем на чемпионат Европы. Для многих это, конечно, было шок, но я подставил себя, что называется, в позицию, где я сказал, ребят, ну звание чемпиона мира отправлять на такие деньги, ну это просто издевательство было. Приходит время, ноябрь, конец ноября, декабрь, формируются списки, там все остальное. Начинают подбивать деньги, кого на какой календарь подкидывать. Я прихожу уже с бумагой, с официальной, что у меня пролонгировано звание чемпиона мира. Ну и так Олегу Ивановичу, тогда еще Георгий Арамович, наш администратор федерации, или он тогда был исполнительный директор федерации. Мы садимся за стол, я говорю, ну давайте, показывайте, какое у меня может быть международное финансирование моего экипажа. А ты не можешь финансироваться, у тебя нет в этом году никакого международного результата. Я выкладываю эту бумагу на стол, говорю, вот дословный перевод, звание чемпиона мира пролонгировано. Конечно, у них пот, а с другой стороны радость, потому что звание чемпиона мира 97, оно остается. И они побежали с этой бумагой по всем нашим министерствам, по Олимпийским комитетам, показать, ребята, дайте нам денег побольше, у нас звание чемпиона мира-то осталось. Ну и приходит 98-й год, и получается у нас опять звание остается в кармане. Поэтому звание чемпиона мира 96, 97, 98 фактически осталось. Единственное, за это время поменялись люди у меня в экипаже. Ушел Дима Шабанов, пришел Сергей Волчков, вот он на кадре за Игорем Скалином стоит. В 97-м после сезона уходит Игорь Скалин, приходит Паша Комаров из Сочи и становится чемпионом мира. Почему уходят ребята и приходят? Дима Шабанов остался жить в Америке по неизвестным тогда мне причинам. Ребята в 97-м году на нищенскую, зарплаты как таковой не было, на нищенские деньги существовать было тяжело. Между соревнованиями ребята приходили, Игорь Скалин шел торговать на рынок. Ну это правда, давайте я не хочу там ничего такого плохого сказать про Игоря, но ему приходилось зарабатывать на жизнь, ему нужно было содержать семью. Он шел на лужу, на рынок стоял, торговал вещами. Серега Волчков садился в машину, таксовал. Мне тоже приходилось выживать. А куда? В то время денег не было, надо было как-то выживать. Но при этом надо было заниматься и основным делом, которым мы уже занимались. Олимпиада прошла, как-то верили, что еще деньги появятся. Вот-вот заработаем. Игорь не выдержал, в 97-м году ушел, пошел в бизнес заниматься. Пришел Паша Комаров, опять стали мы. В 98-м году у нас какой-то был тоже звездный. Мы выиграли чемпионат мира, были вторыми на чемпионате Европы во флоте, третьими были в матч-рейсе на чемпионате Европы, выиграли Кубок мира. Соленпол Трофи называется. Это трофи, который присуждается по итогам года. То есть это не один этап ты выигрываешь, а это набираешь рейтинг по итогам года. То есть были рейтинговые соревнования, и по итогам года ты определялся победителем мирового кубка этого в Олд Трофи. Таких у меня три по годам. В общем-то, я не знаю, у кого еще может быть столько кубков. Ну, ладно, это уже бог с ним. Это вот в 2000-м году, в 99-м, пришлось опять обновлять экипаж. Почему был у нас провал в 98-м году на чемпионате мира в Австралии, в Мельбурне. Были очень много косяков со стороны экипажа. Мы сели, обсудили. И, в общем-то, Сергей и Павел после провального чемпионата мира приняли решение выйти из экипажа. И я позвал к себе в экипаж Олег Хаперский, который висит за бортом, наш финист, великий, знаменитый. И Андрей Кирилюк, он в то время выступал в разных классах на 470, на Лазаре, на Олимпиаду гонялся. Ну, и я их пригласил к себе в экипаж. И фактически за год мы, проведя тренировки в Испании, уже на чемпионате Европы, заняли второе место в Лярошейле. 0-1-10-ю проиграли Джасперу Бенку, датчанину, который стал в итоге олимпийским чемпионом 2000 года. Проиграли 0-1-10-ю, тогда была премиальная система. То есть не прямая, не линейная система по счету очков, а премиальная. Ну, и, в общем-то, жалко, конечно, титул чемпиона мира упустили, но на чемпионате мира были шестыми. Тоже первой гонки, идя первым, с большим отрывом, тогда очень сильно дуло за 30 узлов. Мы на повороте Фордевинд, на последнем Фордевинде утонули, просто утонули. Мы смогли только шестыми добраться до финиша. Ну, и какой-то там в четвертой гонке или в пятой Олег на нижнем знаке, тоже огибаясь, мы там в тройке огибались. У Олега отстегнулись кандалы, и мы его потеряли. Пока вернулись, пока его подняли, подойти было невозможно, потому что флот подошел на огибание. Пока мы его подняли, там уже шли за двадцаткой. И пришли за двадцатыми, и, в общем-то, это 20 с лишним очков на гора записали. Тоже это очень большая потеря. Ну, то есть, на таких мелочах иногда горели. Ну, ничего. Ну, вот, тем не менее, какой-то был у нас результат. Все-таки чемпионат мира, шестое место, второе место на чемпионате Европы уже давал шанс на Олимпиаде двухтысячного показать результат. Шестое место тоже на Олимпиаде получилось. Но, честно говоря, у меня опустились руки после этого гоняться матчевые гонки. Я с большим удовольствием гонялся матчевые гонки, но те казусы, которые лепили наши ампайры, которые судили Олимпиаду двухтысячного года, я честно сказал, я больше не притронусь к матчевым гонкам. У меня вот наступила настоящая апатия, когда нас просто выбивали, как могли. Там такие были, ну, до смеха, каверзные такие решения со стороны ампайров, которые никак вообще в голове не укладывались. Ну, ладно, бог с ними. Ну, вот Олимпиада моя была четвертая и, скажем так, наверное, последняя в качестве спортсмена. Ну, вот дальше у меня была попытка на Олимпиаду попасть в классе звездной, но она была неудачной. Я не смог пройти отбор на Олимпиаду и именно по странам не получить. И я ушел в класс дракон. Это наш бывший олимпийский класс дракон. Он имеет большую историю уже 90 лет. Кстати, в советские времена это был один из самых-самых развитых классов. И есть такая книга класса дракон международная, которая была написана буквально лет 10 назад, то и больше. И там достаточно много было написано о истории класса дракон в советские времена. Так вот, в советские времена класс дракон в Советском Союзе, в Советском Союзе, извиняюсь за масломасленное, в Советском Союзе было почти больше тысячи вымпелов класса дракон. Они строились на Ленинградской, Лазаревской верфи, еще где-то. Ну, то есть у нас был достаточно большой флот и достаточно были сильные гонщики. Чемпионы Европы на Олимпиаде гонялись. Поэтому класс дракон вернулся, скажем так, возрождение свое получил в 2002 год. И по сегодняшний день класс дракон имеет очень высокий вес и в мире. Именно российские гонщики имеют и хороший высокий вес в мире. Ну и флот возродился очень интересный. Это фотография, скажем так, моего президентства в качестве лидера Всероссийской Федерации. Там у меня был период, многие знают, пришлось заменить Дмитрия Вадимовича Зеленина на посту президента. Поэтому три года я отработал, так как команда попросила... Я работал в команде единомышленников, команда попросила, что называется, возглавить Федерацию. Ну, вот три года отработал. С одной стороны, президент наш нынешний Силкин Владимир Николаевич, ну и Андрей Викторович Логинов. Это наш один из корифеев, который помогает Федерацию все время находить правильные выходы из ситуации. Андрей Владимирович работает, Андрей Викторович работает в администрации президента, работал очень долго. И поэтому, конечно, его возможности всегда были, ну, скажем так, его возможности всегда помогали Федерации выходить на новые рубежи. Ну, это отдельная тема. Хотелось бы больше говорить о парусной истории, о спортивной истории. Вот наше трио Родион Лука, Сергей Джимбаев и там в их клубе ГАЛС. Кстати, Родион тогда приезжал часто к нам в Россию, выступал и на СБ-20, и на ЭМКе, которую мы возродили проект. И очень много мы с ним общались по поводу его нового класса, который он сегодня построил. Молодец, красавец. Только самые лучшие пожелания ему в этом классе, даст Бог ему, он будет у него олимпиец. Поэтому Родион красавец в том плане, что он и как спортсмен себя показал, чемпион мира, все-таки призер Олимпиады, и как организатор. Ну, и он в последние годы был президентом Федерации парусного спорта Украины. Это уже фотография складса «Звездный». В 2018 год мы участвовали в финале СССР, так это звучит, но это «Стар Сейлорс Лига». Лига, дословный перевод, это «Лига звездных яхтсменов». Что такое Лига звездных яхтсменов? На тот момент это был шестой финал, который проходил на Багамах. Туда приглашают 25 экипажей, из которых первые 10 по рейтингу класса «Звездный», и 15 – это люди, которые в своей жизни в парусном спорте были олимпийский чемпион, чемпион мира в олимпийских классах, победитель Кубка Америки, рулевой или капитан, победитель Volvo Ocean Race, победитель мирового тура Match Race. И специальные мероприятия – это победитель каких-нибудь рекордов на скорости, либо пересечения Атлантики, либо вокруг света. Ну, то есть допуск получает от организаторов. Мероприятия организованы очень-очень серьезно, и после пятого года это соревнование вошло в топ-7 на один уровень, скажем так, и СССР поставили на один уровень с такими соревнованиями, как Volvo Ocean Race, Олимпийские игры, Кубок Америки, мировой тур матчрейса и мировой тур виндсерфинга и кайтсерфинга. Вот эти семь топовых соревнований, которые были. Это старт вот как раз Звездной Лиги. Если посмотрите, Надежда, можно вот эту вернуть, вернуть фотографию, где старт? Если посмотреть на фотографии на паруса, на гроте, есть золотые звезды, да? Вот золотая звезда – это чемпион мира в этом классе. Вот можете понять, сколько только на этом старте чемпионов мира. По-моему, 11 чемпионов мира, только из 25 было в 2018 году. 23 призера и чемпионы Олимпийских игр тогда участвовало. Ну, то есть это на самом деле Звездная Лига. Хоть мы и там заняли очень плохое место последнее, но я считаю, одно участие стоит очень дорогого. Когда тебя приглашают, полностью оплачивают, все. Ну вот, интервью мое. Звук попал. Звездная парусная линия, которая пройдет на 3-го по 8-го декабря. И 15, так называемые ВИПы, которые имеют титулы Олимпийский чемпион, чемпион мира в Олимпийских классах яхт. Опять звук попал. Победитель Кубка Америки, Победитель Кубка Америки, Победитель Кубка Оушенрейс, Мирового Турома Чейс и Специальных Мероприятий. Это соревнование проходит уже 6-й год подряд. Финал именно проходит всегда на программах Гроссавы в одни и те же сроки. Существует еще целая система соревнований. Каждое соревнование, которое идет под Гроссавы, оно идет как рейтинговое. И каждый экипаж, рулевой или Шкотова отдельно набирает свои очки и получает свой рейтинг. Лига развивается. Опять звук попал. Лига пытается перерасти, чем другие классы, в новый формат гонок. Это будет национальный золотой кубок, международка. Идея простая. Каждый год в парусном спорте появляется 60-70 чемпионов мира в разных классах. И задача провести соревнования по такой системе, чтобы эти все чемпионы мира смогли пройти сетку и встретиться в финале самые сильные. В этом году количество звезд увеличилось. Из 24 моих конкурентов, ну, назвать, выделить кого-то очень сложно. Формат гонок очень интересный. Идет в начале отборочная серия. Каждая гонка идет потом на выглевание. И доходит до четверки. Четверка разыгрывает главный приз. Призовой фонд 200 тысяч долларов. В экипаже в этот раз со мной будет выступать Виталий Кушмир, представитель украинской парусной школы Одесса. Бывший фнест. Последние 10 лет серьезно занимается сквозь звездной профессионально. Имеет большой опыт с иголок в Америке с иностранными экипажами в Италии, в Германии. Физически крепкий парень, достаточно грамотный. Я надеюсь, что мы сможем с Виталией выложиться и показать достаточно серьезный результат. Хотелось бы еще немножко рассказать про историю класса звездной. Класс уже 108-й год будет. В этом году будем отмечать. Лодка довольно простая. Два человека экипажа, два паруса, мачта, рия, киль внизу. Общий вес лодки 700 килограмм. Их по перевозить. Класс очень интересный. Физически требует большой, хорошей подготовки. Средний вес экипажа. Идеальный вес экипажа 100 и 100. Идеальный рост экипажа примерно метровось метров дизайна. Но тем не менее, Зарс Граэль без ноги гоняет. Чемпион мира. В 2014 году стал. Наша пресс-служба. Леха Жиров туда летал. И потом Лена. Опять звук пропал. Это фотография с чемпионата Европы 2018 года, который был в Германии. Слышно меня? До 40 узлов как раз дует ветерочек. Прихватило. Стартовали 23-25 узлов. На пределе вроде. Казалось, отменят гонку. Но мы пошли в гонку. На верхний знак приходим. А здесь, оказывается, сороковочка такая задувает. Но удалось нам из 78 в этой гонке прийти восьмым. Когда я гонялся в этот чемпионат Европы Алексеем Борисовым из Севастополя. Финист наш. Последние гонки порвали штак. Так бы могли быть. Заняли 12 место. Могли быть реально пятыми. Может быть, и четвертыми. Ну вот. Такие вот. В 40 узлов это звездник еще живет. Это уже пошла следующая история. У нас Катамаран Экстрим 40. Мы готовились к этапу в Санкт-Петербурге. Тренировались в Пирогово. Команда Баркли. Почему? Основной спонсор наш был компания строительная, девелоперская. Баркли. Леонид Козенец, владелец лодки. Вот он как раз здесь на нижней фотографии. Один из самых высоких блондин. Он с нами гонялся в экипаже. Он также гоняется. Он вообще профессиональный парушютист. Но и сочетает и парусный спорт. Он владелец Катамарана Экстрим 40. Купил. И пытался все время, каждый сезон на этом Катамаране ходить по пироговке. Это вот как раз отрезок из, наверное, Санкт-Петербургского этапа, который, если видите, Петропавловка. Здесь выступало 12 Катамаранов. Один из них наш был. Сейчас вы увидите. Там под брендом Баркли. Выступали все самые топовые гонщики. Могу назвать на группами. Франц Кама, Бен Энцли, Питер Борлинг, который выиграл последний кубок Америки. И олимпийский к чемпиону в классе 49-й, восходящая звезда, зашедшая звезда теперь уже. Ну, то есть здесь практически все топовые гонщики были. Я говорю, тут кого не ткни, все. Ну, и мы с первого захода, что называется, воткнулись в эту историю. Пришлось очень много перестраивать на лодке, переделывать. Буквально приехали туда, очень много работы было с материальной частью. Это как раз та гонка, которая была поперек залива, и она была относительно короткая. И течение было под ветреный борт. Так как я вырос на реке, для меня течение было как раз в масте, что называется. Я в нем разбирался очень-очень легко. Я работал тогда тактиком на руле Сергея Джимбаев. В команде был Павел Калиничев, Павел Карачев и Леонид Казенец. Это как раз спонсор нашей команды и владелец компании Баркли. Ну, вот мы последний знак. Ну, нет, не последний знак, а вот на ветреный знак. Мы умудрились перепрыгнуть четвертого места на первое. Если вот видите, там наш желто-красненький синий борт, парус желто-красненький такой, вот он, Баркли. За нами идет команда Стоун, этот датчанин. Ну, и мы подходим к следующему знаку, и надо было максимально уваливаться, потому что течение выносное было, и главное было проскочить этот знак на ветреным бортом. И еще подкисло, ну, то есть потеряли полностью скорость. Ну, вот уже к финишу подходим. На самом деле для нас это было удачей прийти в этой банде из 12 лодок, прийти первыми. Ну, кстати, из 18 гонок нам удалось прийти один раз первыми, один раз вторыми, один раз третьими. Я считаю, для новичков это тоже был хороший показатель, хоть мы и последнее место заняли. И одну гонку, кстати, отменили, которой мы шли первыми. Мы умудрились обогнуть как раз первый знак против течения, первыми обогнули и улетели. Мы уже огибали нижний знак, а верхний знак так ведь никто еще не смог обогнуть, и эту гонку отменили. Тоже было жалко, но что делать? Это гонки, ну, по крайней мере, мы там уже какие-то первые звоночки были. Это фотография моей парусной школы в Севастополе, которая работала в 15-18 году. Как вы помните, тогда в 14-м году, когда Крым отделился, Севастополь отделился, перешел в Россию. На этой фотографии глава Крыма Сергей Аксенов, это была проведена первая регата, куда были приглашены все политики Крыма, Севастополя. И они с нами участвовали в одной яхте, и через 5 минут, как только Аксенов сел в яхту, чуть-чуть посидел и там начинал притираться, думал, он сейчас тут веревочки подтянет. Я ему сразу вручил и рули, говорю, рулите. Он единственный, кто отрулил тогда эту первую русскую весну в качестве рулевого. И, кстати, отгонялись мы тогда из семи лодок, мы заняли пятое место. Это единственный, кто с первого захода, человек, который взялся за руль и полностью отгонялся все гонки. Это вот уже оптимистовская история, скажем так, с созданием учебника. Появился у меня сосед, который помог мне создать этот учебник, Андрей Жуланов. И мы как-то длинными зимними вечерами, что называется, покрахтели и создали такой вот учебник. Я надеюсь, что он поможет нашим юным яхтсменам разобраться в истории, точнее разобраться в подготовке в классе оптимист. Но, кстати, учебник стал почему-то востребованный и среди взрослых. Взрослых почему? Потому что начинающий по русскому спорту ему нужны азы. А там очень много азов, которые удалось нам прописать. И вот эти первые шаги, теория, это все как раз там в этом учебнике прописано. И очень много ребят, которые занимаются корпоративами, обучением, они просто говорят, гораздо проще общаться теперь стало с начинающими. Почему? Потому что ты днем ему объяснил, говоришь, вот тебе учебник, там вот эта голова, за ночь поработай над ней, утром я у тебя там приму экзамены. Поэтому, так что получился такой учебник, там еще фотография моя в оптимисте, я буквально, это двухлетней давности, я попробовал себя в оптимисте. Человек больше ста килограмм, видите, совершенно спокойно может в оптимисте ходить. Это как раз вехт убегался. В том году первую регату провели в Чечне, в Грозном. Федерация парусного спорта во главе Хасаном провели очень-очень интересное мероприятие на Грозненском море. Провели первую детскую регату. Шикарное место. Воды вполне достаточно для того, чтобы создать там детский клуб. Можно проводить и соревнования для взрослых по формуле, матчевых гонок, национальную лигу. То есть, в Грозном практически круглый год можно проводить соревнования. Ну и, в общем-то, мне удалось там какое-то уделить время, точнее, не мне уделить время, а уделить, дать информацию главе республики Рамзану Кадырову, который тоже услышал мнение и достаточно веские аргументы, которые позволяют поддержать парусный спорт. И я думаю, что там реально скоро будет вырастить очень хорошее поколение. Почему, ребята, южная, импульсивная, малая вода, то, что я говорил, что позволяет хорошо развивать оперативку. Плюс круглый год можно находиться на воде. Мы там провели достаточно много уроков, семинаров открытых, приводили ребят со школ. Они первый раз слышали, что такое парусный спорт. Потом воочию видели, что такое происходит на воде, как дети их возраста на яхте могут управляться. Поэтому я думаю, что перспективы очень хорошие. И плюс есть очень хорошая команда, которая работает над соревнованиями, над тем, чтобы парусный спорт. Молодец, Хасан. Молодец, я просто перед ним шляпу снимаю, его трудоспособности и умению правильно подводить все к знаменателям и к победе. Это уже фотография идет с чемпионата мира. Супер Макси Яхт, который был в прошлом году в Порто-Черво. В сентябре месяце мы отгонялись, взяли в аренду яхту «Леопард». У нас получилось семь человек россиян на борту. Ну и, в общем-то, это была проба пера. Есть ли возможность нам в дальнейшем попытаться, попытать счастье в стопутовом размере. Но эта история впереди. Я пока не могу о ней сильно распространяться. Почему бы? Потому что уже мы попробовали. Есть уже первые сдвиги к тому, что в этом году мы уже должны были тоже на Карибах, на стопутовых лодках отгоняться. И уже даже в мае у нас планировались соревнования в Европе. Но, надеюсь, в августе, в сентябре, в октябре вы услышите о нашем последнем проекте в стопутовом размере. Это у меня дома висят эти все наши доски. Что такое формула счастья от меня? Да. Вы что написали? Надеюсь. Ну, вот тебе это на стене. А олимпийские медали-то вы нам покажите в экранчик, пожалуйста. Олимпийскую медаль, да, я принес. Вот олимпийскую медаль. Вот она, олимпийская медаль. Крупным планом. Крупным планом, да. Это серебро, Атланта, Америка. Скажем так, было много заходов на получение медалей, но вот из четырех получилась только одна. Реально, каждый раз были рядом, но, что называется, в парусном спорте очень много нюансов и тонкостей, и политической возни, и всего, скажем так, в 96-м году перед финальным днем меня хотели в тюрьму посадить, но не удалось. Но это отдельная тема. Тема отдельного вебинара. Нет, была просто сфабриковано тема, то, что у меня не работала кредитная карта, которой я якобы рассчитывался в Бословском яхт-клубе, и мне дали 24 часа для того, чтобы погасить перед яхт-клубом задолженность, там, 1800 долларов. Кредитная карта, которой я пользовался, она работала до конца. Был бы хороший юрист, можно было бы заработать приличные деньги, но, что называется, мы в эйфории приехали после Олимпиады, что называется, занимались своим счастьем и забыли о том, что можно было совершенно спокойно подать на международный суд, там, любой, гражданский, любой, и выиграть дело о том, что было оказано просто давление. Представляете, да, вечером перед финалом ты получаешь такое письмо счастья, что у тебя кредитная карта не работает, и за 24 часа не погасишь долг, сядешь в тюрьму, да, тебе завтра на финал идти. Мало того, полуфинал я гоняюсь с американцем до трех побед, две победы мы у него отжимаем, третью гонку от меня, и говорят, домой идите. Зачем, почему? Оказывается, все просто. На берегу нас ждет письмо счастья. На следующий день мы выходим в гонку, потому что там Середмич Мойканов тихоря от меня заплатил эти 1800 долларов, я думаю, почему меня в кандалы не заковали, отпустили в гонку. Оказывается, за меня мой тренерский штаб закрыл эту проблему. Я ушел в гонку без головной боли, отгонялся, третью гонку выиграл быстрого американца, пошел в финал гоняться с Шуманом, ну вот так вот. Так что я считаю, каждая Олимпиада – это политическая возня. В 2000 году то же самое. Мы одни были, опять же, скажем так, фаворитов, и нас дубасили там по полной программе. Я после этого сказал, я на матчевой гонке поднял руку и сказал спасибо, больше я в них не участвую. Спасибо, Георгий Иванович, если у кого-то из присутствующих есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Ну и под финал я эту чудесную фотографию поставила солнечного человека на фоне солнечных цветов. Вот, замечательной цитатой из интервью, которая мне очень понравилась. Спасибо, Георгий Иванович. Пожалуйста, задавайте вопросы, если у кого-то есть. Может быть, кто-то хочет что-нибудь сказать, выйти в эфир. Ой, еще рассказывайте, рассказывайте. Я говорю, так, если здесь есть под рюмочку, можно часов 10, а то и 20 проговорить. Если еще рядом посадить хороших спикеров, типа Олега Хаперского, я вам скажу, мы можем и трое, и 10 суток просидеть. Это мы сделаем многосерийный сериал. Нет, история полувековая, скажем так, уже, да, полувековая история, поэтому рассказать вот буквально за два часа все невозможно, нереально. Это просто. Проектов достаточно много было. Строительство национального класса М-ки, строительство оптимистов, да, драконовская история, политической возни, звездниковская история, СССР. Сейчас новые проекты появились. Потом несостоявшиеся проекты, которые сейчас еще, что называется, лежат на полке, ждут своего момента. Но эта пандемия выбила пока и страну из рельс, и спорт выбила из рельс. И положила все эти проекты, которые у нас сегодня там, очень серьезные проекты, которые прорабатывались, и программы прописаны, они сейчас лежат просто в режиме ожидания, ждем, возможно, это все возродится. Поэтому не сидим сложа руки, да, мы что-то пытаемся делать. Я говорю про себя и про свою команду, которая со мной все время работает, и Московская Федерация, и как-то мы пытаемся чего-то соревнования проводить, и спонсоров подтягивать, и учебные проводить мероприятия, и флот поддерживаем, и яхтоклуб ГАЛС развиваем. Ну, у нас, вы сами знаете, один, наверное, сейчас один из таких востребованных клубов. Почему? Потому что у нас основная это спортивная составляющая. У нас сегодня там почти 60 стоит шверботов на берегу, и 4 флота фактически килевых яхт. Так что есть чем заняться. Но при этом еще зимой занимаемся и лыжами, и хоккеем, и буэром не забываем. Правда, в этом году и в прошлом году я как-то пропустил эти все мероприятия, но тем не менее на Байкал летал с буэром. И, ну, в общем-то, так история зимняя тоже от паруса не отходит в любом случае. Поэтому жизнь продолжается. Парус на спорте лимита возраста не существует. Это, как говорится, до бесконечности. Пока есть руки, ноги, зубы могут держать веревки, можно этим заниматься. Примеров достаточно много. Людей в 83 сидят в лодке и гоняются, и побеждают, и причем побеждают в очень серьезных мероприятиях. На «Звезднике» призера Олимпиады серебро или бронза, американец, 53 года. Это была последняя Олимпиада, в которой гонялся «Звездник». 53 года. Представляете, рулевой в «Звезднике». Это машина, она состоящая. 28 квадратных метров парусности. Ничего. Так что самое главное – никогда не падать духом. А чем выше, что называется, уровень соревнований, выходит всегда на первое место – это психология. Я когда-то, был момент у меня, пообщался с Третьяком, и я как-то ему такой вопрос задал, я говорю, что самое главное в большом спорте. Он мне сразу ответил – психология. Я говорю, почему? Он говорит, технику поставить можно, поставить физику можно, но психология – это самое главное. Для того, чтобы показывать стабильный результат, нужно уметь правильно себя держать в психологическом русле. В парусе это тоже применимо. В слабый ветер ты должен быть холериком, в сильный ветер ты должен быть хондратиком. То есть ты должен себя перекидывать с одного состояния в другое. В сильный ветер у тебя должна быть кровь стынуть в глазах, руки рвать, все на себе. В слабый ветер ты должен быть флегматиком, сесть, расклеиться по палубе, растечься и просто быть никаким, потому что любое неправильное движение в слабый ветер, любое неправильное решение – это становится иногда катастрофой. Поэтому… Ну и плюс никогда нельзя расслабляться, ну в смысле психологически себя терять, когда ты там с одной вершины упал, и там катишься, нужно уметь дождаться, когда опять пойдет новый подъем, и подъем, возможность подняться опять на новую вершину. И как правило, вот этот спуск вниз, он очень быстро происходит, а подъем наверх, он тянется крайне тяжело, и дотянуться до этой вершины следующей очень сложно. Это особенно в спорте, ну видно очень легко, и именно психологические люди, которые правильно настраиваются, которые умеют себя правильно перебороть, они могут вот эти вершины быстро проходить с одной на другую и постоянно показывать результат. Поэтому самое главное – никогда не сдаваться в жизни и на воде, и под парусом, и идти к новым каким-то рубежам, к новым целям, и не бояться. Проиграешь ты сегодня, став новую, параллельную, держи цель. Но в любом случае, рано или поздно, ты получишь опять следующую вершину. – Георгий Иванович, спасибо за позитивный очень настрой ваш. Желаем вам спортивного долголетия, новых интересных проектов. Я знаю, что у вас громадье планов, чтобы все осуществилось. Спасибо огромное за ваш рассказ интереснейший. И на сегодня мы заканчиваем. Всем хорошего вечера, всем здоровья и счастья. – Спасибо большое всем. Удачи на воде, и до встречи под парусами. – Спасибо, Георгий Иванович. – Парус – это яхтинг, это наш образ жизни. – Да, здравствует он. – Да, спасибо. Спасибо, Надежда. Спасибо, Георгий Иванович. Продолжение следует...